Малоимущие Не только официально малоимущие. Будет расширен круг лиц, которые получат возможность списать свои долги. В четверг, 7 ноября, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об освобождении физического лица от долговых обязательств, предусматривающие расширение круга лиц, которые смогут освободиться от долговых обязательств с помощью закона. Сейчас возможность списания долговых обязательств доступна только лицам, чьи средние доходы не достигают минимальной заработной платы в стране. И это касается только лиц, которые в течение последних 12 месяцев до подачи заявления имели статус малоимущих или малообеспеченных хотя бы 3 месяца. Закон предлагает не ограничивать применение закона к только малообеспеченным или малоимущим лицам, добавив категориям лиц, имеющим право на правовой процесс освобождения от долгов, новые группы. Планируется включить в регулирование также лиц, получающих пенсию по инвалидности, лиц, получающих пенсию по возрасту, многодетные семьи, а также лиц, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью. Также предусматривается небольшое повышение порога доходов, позволяющего претендовать на освобождение от долгов. Это позволит применять минимальный коэффициент к существующему критерию, согласно которому средний доход лица соответствует минимальной заработной плате. Предлагается не ограничивать первоначальный объем подлежащих списанию долговых обязательств размером минимальной заработной платы, поскольку это слишком высокий порог, который не позволяет достичь цели закона. В аннотации к законопроекту говорится, что процесс освобождения от долговых обязательств будет полезно применять и к меньшим суммам кредита. Следует учитывать, что за нотариальные услуги лицу необходимо оплатить пошлину. С учетом практического опыта, полученного в ходе реализации закона, предлагается также внести несколько поправок, которые сократят бюрократию и устранят отдельное административно сложное требование закона, выполнение которых затруднено для частных лиц. Поправки также предусматривают возможность начала процесса освобождения от долговых обязательств в случае, когда имеется неполная информация, а также в ситуации, когда информация ожидается от кредитора. Предлагается также установить право присяжного нотариуса получать информацию от государственных и муниципальных учреждений, а также от кредиторов. На практике это означает, что заявитель сможет получить помощь нотариуса в сборе информации, если не в состоянии сделать это самостоятельно. Также предложено внести поправки в несколько статей закона с целью ускорить процесс освобождения от долговых обязательств. Планируется повысить порог доходов, позволяющий претендовать на списание долгов. Предполагается, что возможность списания кредитных обязательств будет также у тех жителей, чьи доходы не превышают минимальную зарплату в стране с применением коэффициента 1,5. Это расширит группы социального риска, включая лиц, получающих пенсию по инвалидности или по возрасту, многодетные семьи, а также тех, кто имеет наждивение ребенка с инвалидностью. Также планируется, что можно будет списывать меньшую сумму долга, а не только ту, которая превышает размер минимальной зарплаты. Общий размер основного долга и дополнительных обязательств по-прежнему не должен будет превышать 5000 евро, как и в настоящее время. Сейчас возможность списания долговых обязательств доступна только тем лицам, чьи средние доходы не достигают минимальной месячной заработной платы в стране. И это касается только лиц, которые в течение последних 12 месяцев до подачи заявления имели статус малоимущих или малообеспеченных хотя бы 3 месяца. Марсик, уйди отсюда и не мешай мне, пожалуйста. 14 мая этого года поправки подали представители коалиционных партий «Новое единство», «Союза зеленых и крестьян» и «Прогрессивных». Авторы предложения ранее поясняли, что предлагаемые изменения будут способствовать восстановлению платежеспособности социально уязвимых групп и малообеспеченных лиц, а также снизить стигматизацию этих групп общества. «Это поможет уменьшить социальное неравенство в обществе». Ребята, ссылочка на статью я бросаю вам под роликом в раздел «Описание», нажимаете кнопочку «Еще» и читайте. Если эта статья, я точно не знаю, если она не для подписчиков, вы можете ее прочитать свободно. Если для подписчиков, вам придется оплатить. Ну, так как я имею статус подписчика, я могу читать все эти статейки, которые находятся в газете «Делфи». А сейчас, по традиции, мы переходим с вами на комментарии, которые были написаны под предыдущим видео. Владимир пишет. «Думаю, что болтовня. Понизят на один, прибавят на два». Володь, не каркай, а то действительно накаркаешь. Должны понизить, все. Даниэль написал. «Все равно понизят. Не выбрасывать же товар. Ну, конечно. Ну, зачем его выбрасывать? Если можно самим съесть, да еще и заплатить. Пусть меньше заплатить, но все-таки заплатить. Правильно?» Надежда пишет. «Торговля сама себя регулирует. Политики им не указ». Ну, вообще-то, если будет закон, то политики будут указ. «Мимо закона они все равно пройти не могут. Ведь налоги-то платят. Налоги. Политики – указ. Не сами же они придумывают, какой налог заплатить». Анна написала. «Добрый вечер, Тамарочка. А вот почему Lidl в Англии все намного дешевле и ассортимент намного больше. В Литве тоже в Lidl цены дешевле. Если это сеть Lidl, то почему они не ставят цены везде одинаковые? Может, это все-таки еще сам магазин регулирует цены? Спасибо за ролик. Всем мира и добра. Анна. Все зависит от налога. Если в Англии другой налог, они могут свои цены делать так. А у нас налог достаточно высокий, поэтому цены у нас высокие. Что поделать? Лилия. «Тамара, здравствуйте. Вот посмотришь ваш ролик, и сразу становится на душе веселее. Забываешь обо всем негативе, который нам подкидывают. Спасибо вам большое за вашу улыбку. Желаю вам здоровья, Лилия». Дорогие друзья, комментарии еще есть, но читать все комментарии я не буду, потому что их очень много. Когда мы начинали традицию, тогда комментариев было немного, а сейчас много. Пишите. Я читаю все комментарии, отвечаю вам на все комментарии. Ваши комментарии читают и другие люди. Обратите внимание, что ставят лайки вам. И вы ставьте лайки, если вы прочитали комментарии, да? Ну и мне лайк поставьте. Не жадничайте же, но... Если не подписаны, подписывайтесь. 70% смотрят не подписаны. Ребят, подписывайтесь. Вам что, жалко нажать кнопку подписаться и переходить на мои ролики? У нас столько много полезной информации вы получите. И у нас такие хорошие подписчики. И вы будете нашим подписчиком. До встречи.